Красота, дорогие мои друзья, в глазах смотрящего. Истина – это старая проблема в том, что глаза постоянно меняются, и смотрящие у нас разные. Когда мы говорим про биологические факторы, это зачастую противоречит тому, что модно, тому, что популярно. Вот мы с вами, животные, симметричны. Если у нас какие-то существенные диспропорции в структуре тела, это не будет казаться красивым. И от этого страдают многие, кто наделал себе пластических операций и внесли ненужную асимметрию. Но, с другой стороны, абсолютная асимметрия не встречается в природе и вызывает естественную осторожность. Было проведено много исследований, где испытуемым давали посмотреть на лицо человека естественное и сложенное из двух половинок. Так что вроде бы не я, заметьте на первый взгляд, что это подделанное, ненастоящее лицо, но его выбирали реже, чем реальные чуть-чуть асимметричные лица. То есть нам нужно, чтобы была естественность. Точно так же для продолжения рода важно соотношение пропорций. В этом смысле всякие разные золотые сечения и прочие такие штуки. Они на самом деле находят свое отражение в том, что кажется нам красивым на подсознательном биологическом уровне. Так, например, у мужчин на биологическом уровне есть тяга к женщинам с широким тазом, большими бедрами, потому что это предполагает продолжение рода и возможность вынашивания здорового потомства. От мужчин, наоборот, ожидают, что у них будут широкие плечи и достаточно узкий таз. И таких закономерностей достаточно много, и считываются нами действительно на подсознательном уровне. А глаза вот этого смотрящего определяются не только нашими внутренними такими подкорковыми ориентирами, но и модой, эталонами красоты. Они всегда были переменчивы. Я думаю, вы видели женщин с длинными шеями, на которых много колец, вытянутые мочки уха. Это культуральные характеристики. И то же самое происходило и в Европе, и в России. Были времена, когда ценилась пышность, большие формы. Были времена, напротив, быть предельно худенькими и белокожими. Были времена, когда считалось более красивой, если она была беременна. Женщины специально носили у себя на животе накладки, которые имитировали их беременность. В исследованиях отмечается, что чем больше глаза, тем это более женское лицо и более привлекательное женское лицо. У мужчин должны быть более глубоко посаженные глаза, более косматые брови. Но, например, насколько это меняется, еще в Советском Союзе ношение бород всегда оказалось таким странным. И мужчины предпочитали бриться. Сейчас мы имеем другую культуру, одну особенность. Когда барбершопы, все отращивают бороды и так далее, это кажется более привлекательным. Поэтому еще очень многое зависит от времени, от культуры, от моды. Кельвин Клейн ввел моду на худосочных моделей, и дальше мы разгребаем последствия в виде огромного количества анорексии и прочих проблем, связанных с пищевым поведением. С другой стороны, мы сейчас оказались во времени, когда калорийность пищи стала очень высокой, и человеку сложнее находиться в каких-то таких небольших формах. И в этом смысле худоба, которая стала казаться привлекательной, хотя биологически, как мы понимаем, она не может быть привлекательной. Есть вообще страны, где очень голодно, и полнота является признаком красоты. Если мы возьмем Северную Корею, там человек в массе воспринимается невероятным красавцем. Мы смотрим, что он ходить не может, что это такое, что за лидер. Ноги подкашиваются, колобок катится. На самом деле для представителей культуры, в которых не так много полных, просто потому что время от времени случается голод, и есть ограничения, это воспринимается как признак достатка, красоты, уверенности. Плюс у моды, надо тоже понимать, есть особая характеристика, связанная со статусом. Понятно, это уже опять же к биологии связанная, потому что если у особи выше статус, то вероятность того, что ее потомство сохранится, увеличивается. Поэтому у мужчин традиционно привлекательность связанная с их социальным статусом, с их возможностями, с их финансовым состоянием, и так далее. Но на самом деле мода тоже такой способ продемонстрировать свою статусность. И вот сейчас это все достигло таких патологических совершенно размеров. И если раньше написание модного бренда, оно предполагалось такое очень деликатное, где-то там у тебя на внутреннем кармане, где-то у тебя зашиворотом бренд, и там не так просто, значит, это увидеть, и должен был по, как бы сказать, по внешнему виду догадаться, что это какая-то дорогая одежда, или сумка, или обувь, и так далее, то сейчас, когда все печатается на одних и тех же фабриках, просто стоит по-разному, то статусность, она выродилась, то, что, значит, пишут всякие поленсиаги, дольче габбаны, вот они сверху головы, значит, все увешано в этих рогих, в кавычках, продуктах, вот, чтобы продемонстрировать статусность своей. Вот человек идет, он там исписан словами, такой способ продемонстрировать красоту. Ну, еще вот я бы про культуру сказал, про красоту, важно есть красота художественная, понимаете, вот, несмотря на всякие разные эволюционные изменения, у нас есть такая тоже настроенность, и у этого тоже есть, кстати, биологическая штука, понимаете, вот, когда вы видите картину, которая огромная, которая детализированная, или вы заходите куда-нибудь в храм, какой-нибудь всякий собор, заходит там, все такое вот богатое, все такое и так далее, вот, и нам кажется, это красиво. Ну, почему? Ну, потому что очень много калорий было потрачено на производство этого продукта, и у нас, значит, вот, в свое время еще было такое, это ручная работа, а это, значит, вот, фабрично. Фабрично, у нее мало потрачено было калорий, потому что там завод, технология, там, и так далее, а вот это ручная работа, много было потрачено человеку времени, чтобы у нее было это время, ему нужно его кормить, значит, соответственно, больше калорий. на что было потрачено большое количество калорий, поэтому и платья могут быть расшиты, всякие фаланы, парча, золото. Красиво сразу кажется, почему калорий много потратили. И в общем, искусство – это в значительной степени демонстрация была всегда в способности купить много калорий зафиксированных. 20 лет Леонардо рисует Джоконду, нарисовал за день, много калорий потратил. Стальную вечеру, 12 лет рисовал, все, Саша не ел. Сейчас определяется другими вещами, сейчас тоже брендами определяется в значительной степени, потому что современное искусство пошло не по пути, оно уже как бы максимум калорий, какие могло бы реализовать, реализовало. Дальше нужны были неожиданные ходы, неожиданный ход ты делаешь, ты выпрыгиваешь впереди на авиансцену. И раз ты это сделал, все такие «вау» и так далее, но ты закрепил за собой этот бренд. Все это повторяют, понимаете. Поэтому как Малеевич нарисовать можно кто-кого угодно. Не так сложно рисовать квадрат, он сам нарисовал 10 штук. Но он первый такой сделал супраматическую историю, стал брендом. И, собственно говоря, он хороший и был рисовальщик, безусловно. Здесь нужно понимать, и Пикассо тоже. Красота она, видите, связана с тем, чтобы выделиться, быть каким-то необычным. Сейчас это тоже приобретает избыточные формы. Какие-то могут быть избыточные прически, окраски волос во все возможные цвета. Формально, вроде бы, может быть, это и не очень красиво. Но с точки зрения яркости, с точки зрения вот такого экземпляционизма, это, в общем, наоборот, выглядит как-то ярко, привлекательно и кому-то тоже может нравиться. Поэтому, видите, вот как про красоту говорить, это дико такая скучная штука. В общем, мы друг друга дурим. Но на самом деле мне кажется, что это все чушь собачья. Ну, то есть, как бы, вот, может быть, красивый, некрасивый, там, и так далее. Значит, есть две важные штуки. Значит, вот первую важную штуку – это вам может очень нравиться что-то необычное, яркое, вот внезапно появившееся. Вот. Оно привлекает внимание, вот, и дальше, если оно совпадает с каким-то внутренним настроем, горением, так сказать, оно может казаться привлекательным. Но вот что удивительно, что в долгосрочных отношениях, значит, нам нравятся люди, похожие на нас. И люди, значит, которые вот по мере того, как мы с ними живем, нам они кажутся все более и более красивыми. Значит, если вы, как бы, немножко из разных, как бы, реальностей, вот, и диспропорция в красоте, то есть кто-то считается по стилю, по, как бы, по моде, по культуре более красивым, чем его партнер, вот, то, как правило, такие пары долго не существуют. Вот, то есть мы будем счастливы, и наши отношения будут долгосрочными, и ощущение взаимной симпатии будет усиливаться в том случае, если мы, как бы, соразмерно привлекательны. Ну, понятно, что это какие-то формальные штуки, но вот, я вам говорю просто про данные фактических исследований, вот, смотрят пары, значит, их формально оценивают большое количество респондентов, уровень, так сказать, красоты в баллах, вот, и потом выясняется, что, как бы сказать, когда есть максимальное совпадение по такой оценке, то продолжительность и качество отношений внутри этой пары лучше. То, что мы привыкли смотреть, тоже становится красивее, потому что это просто динамический стереотип. То есть у нас так мозг устроен, что вот мы, с одной стороны, на новизну можем реагировать с большим, так сказать, энтузиазмом, вот, но недолго, вот, потому что новизна перестает быть новизной. Поэтому может быть, что отношения, там, люди познакомились, они другим пообщались, ну, так, они еще не пообщались, а потом они еще общались, еще общались, еще общались, и вдруг раз, у них прямо какая-нибудь, господи, какая красавица, вот, что случилось? То есть много времени прошло, динамический стереотип сформировался, вот, все, что пройдет, то будет мило, как писал Пушкин, вот, это значит, что, ну, повторение нашему мозгу нравится тоже, вот, даже больше новизны, вот, и поэтому становится красиво. И вторая существенная штука, которую надо понимать про красоту, она связана с, значит, тем, насколько мы красоту сопрягаем с человеческими качествами. Ну, даже есть такое когнитивное искажение, трудновоговариваемое, физиогномическая редукция, вот, это когда мы видим красивого человека, и мы думаем, ну, он и хороший человек, наверное, ну, красивый человек не может быть плохим, вот, еще это иногда называют эффектом ореола, вот, он производит впечатление, что человек красивый, ну, как бы, он красивый душой, и, значит, в поступках, там, и так далее, вот, но, к сожалению, да и не к сожалению, просто факт, вот, это никак не коррелирует вещи, вот, красота физическая и душевная, вот, и, ну, а что мы будем ценить в долгосрочных отношениях? Что мы будем ценить в семейных отношениях, в отношениях в паре? Ну, конечно, мы будем ценить больше душевное тепло, понимаете, там, где есть взаимопонимание, там есть поддержка и так далее, и это по-настоящему красиво, вот, а просто такая надутая разными средствами красота, вот, всякими гиалуроновыми силикатами, значит, в одном случае, или этими анаболическими стероидами в другом случае, вот, оно может быть и выглядит и прекрасно, и замечательно, вот, но долгосрочных отношениях, это же все будет, как бы сказать, привычно, и на этом, как на новизне не сыграешь, и дальше будет вопрос той атмосферы, которая возникает в отношениях, если эта атмосфера, действительно, там, доброты, тепла, принятия, способности понимания, там, и так далее, это настоящая красота, понимаете, вот, то, что она делает вас счастливыми, вот, и, может быть, последний вам важный рецепт, красивое то, что делает вас счастливыми, вот, и ищите именно это, это прекрасная красота. Пока-пока.